Так, уважаемые коллеги, я бы хотел поделиться с вами удивительной историей, в которой американцы, используя наш генотип дальневосточной пчелы, разработали в течение 30 почти лет на хорошей научной основе и сплав с производством трансфер-технологии уникальную пчелу. Ну, все началось с того, что, вы знаете, в Америку клещ пришел в 90-х годах, начались большие проблемы, гибель семьи, ну, естественно, химические препараты, химическая промышленность с них неплохо работает, это не решало проблем, поскольку остатки, так сказать, и в меде, и в этом, и эффективность не всегда высока, и на семьи это действовать не очень хорошо. Были селекционные программы, где пытались выводить вот VHS, но пока успеха не было, да, но, естественно, был такой возможный путь, это поиск популяции, где была бы естественная селекция природы и, желательно, длительный период, да. И вот интересный слайд, это после Апимонзии в 67-м году, вот находится здесь Том Риндерер, вот этот, это молодой, амбициозный, он руководитель лаборатории генетики, селекции и физиологии пчелы в Бейтен-Рудж, Луизиан. А здесь, как бы, представлены, вот его научный руководитель, который учил, научил ему многому, научил тому, что необходимо делать и серьезную науку, и что ему был хороший практический выход. Сотрудник, который привез Апимонзированную семью, и который, как бы, дал ему намек, что, в принципе, есть возможность искать где-то. Но ключевой фигурой здесь является Эва Крейн. Это легенда, легенда британского научного пчеловодства, она была президентом долгие годы, президентом научных работников по пчеловодству и какой-то мировой ассоциацией тоже научных работников. И она ему намекала, что если хотите найти действительно устойчивую пчелу, то поезжайте в Приморский край. И почему? Это была, у нее была книга, кстати, это очень большая книга, 750 страниц, самая дорогая книга на Амазоне, называется «История мирового пчеловодства». И там четко было описано, о чем говорили, что где-то в середине XVIII века были, так сказать, переселенцы в Приморский край, привезли письмелиферу и так далее, и так далее. И вот этот молодой в то время, Том Риндера, который был достаточно амбициозен, хорошо подготовлен в научном плане, уже много тогда и книг у него было, и этих, он как бы исходил из действительно очень хороших и правильных предпосылок, что Приморский край – это вообще северный ореол, естественно, обитание Эпис-Сырана, которая действительно является как бы хозяином этого паразита Вароа. Завезена довольно давно туда, это середина 1918 года, еще задолго до того, когда плеща описали в 1904 году. И вот такое длительное пребывание Эпис-Мелифера в той ситуации, где она контактировала с клещом, обеспечило, как он считал, одну из самых лучших в мире возможностей, чтобы для этого пчела выработала резистентность к клещу. Ну и Том Риндер принимает решение, да, надо поехать и посмотреть, что же там, есть ли там что-то стоящее. Это было не так просто, через атташе по сельскому хозяйству, выходит на Российскую Академию наук, Дальвосточное отделение, там есть институт биологии, находит людей, которые неплохо говорят по-английски. И он едет в 1994 году с сотрудником, и в течение двух недель с Виктором Кузнецом было обследовано значительное количество пасек по полу 20. Они были где-то в пределах 4-5 часов езды от Владивостока. Дороги там были не очень хорошие, вот в институт снимок, но наша военная техника не подвела, так сказать, все они объехали, эти пасеки, и провели хорошее обследование. Вот, кстати, здесь Том Риндер, сотрудник еще, и вот Виктор Кузнецов, да, из Института биологии, Академии наук. Что же показало это обследование? Ну, клеща в пчелином и трутном расплоде было довольно мало. Параллельно обследовали примерно в то же время в США, значительно меньше. Другой момент. Пчеловоды практически не обрабатывают, как он говорит. Ну, там у них и денег не было на обработке, потому что времена были такие отдельные, вообще не обрабатывали, так сказать, семьи, они жили без обработки. Ну, и другой момент, что пчелы были миролюбивые. То есть это его вдохновило, и он решил, надо вообще-то провести совместные испытания, поскольку этот вариант, говорил, ну, недостаток его был такой. Разные континенты, разные климатические условия, разные, возможно, икотип клеща. То есть надо проводить совместные испытания. Он обращается в карантинную службу своей страны, тебе говорит, нет, это вообще невозможно. Через посольство России, а также по сельскому хозяйству, обращается в нашу карантинную службу. Наша карантинная служба тоже отказывает, говорит, да вы что, какую-то африканизированную пчелу завезете, это вообще исключено. Тогда он принимает решение проводить как бы сравнительные испытания, но на двух континентах. Были сформированы те пасеки по 50 семей, это Приморский край, где-то 200 километров на северо-восток от Владивостока, и там, где находилась вот эта их исследовательская лаборатория, это в Владивостоке, поэтина руч. Семьи были пролечены акарицидом, затем добавили в каждую семью расплод с клещом и обеспечили примерно одинаковую заклещенность. И потом ежемесячно определяли заклещенность и пчелиного, и трутневого расплода, и были получены поразительные результаты. Ну, тут вот видите, как бы соучастники этого тела были, да, вот у нас находится Виктор Кузнецов, да. Вот этот Анатолий Решетников, он был, его наняли, он был руководителем пасеки. Вот это экспериментальная пасека, где проводились все исследования. И мы смотрим результат. Вот смотрите, клещ нарастал в расходе, вот в плече на расходе, он нарастал и достиг, ну, порядка там 9-10% в июне. И вот уникальная ситуация, такого они нигде не встречали, ни в одной пчелиной, так сказать, ну, в породе. В июне, когда был спад, или прекратился практически медосбор, был спад популяции клеща. Вот, и потом немножко, когда появился опять медосбор, опять восстановилось. В американских семьях, что мы происходим в Винске, интенсивно нарастает клещ, достиг порядка 30%, и все семьи погибают. Все семьи погибают. Ну, примерно аналогичная ситуация показана, так сказать, вот эта трутневая расплода в Винске. И та же ситуация, также в июне падение от заклещенности расплода трутневого. Ну, было принято решение, заключен контракт, кстати, пятилетний, я не знаю, кто знает об этом или нет, то есть там с Министерством сельского хозяйства США и с Российской академией наук, и производится завоз маток. Завезло всего с 1997 по 2002 год завезло 362 матки. Это было партии, пять партий завоза. Все матки проходили карантин. Причем у них четко это было организовано, карантин на острове, они специально, еще ранее они создавали, это федеральная, так сказать, служба карантинная у них, то есть там все было изучено, какое воздействие может быть на окружающую среду, это изолированный остров. Вот, и в 1997 году завезли 100 маток, да, после шестимесячного карантина проводят сравнительные испытания уже на одной пасеке, то есть как они называют, side-by-side comparison, да. И такая методика была, да, 22 семьи было, русской семьи, да, и 22 итальянской семьи, ну, итальянская у них наиболее распространенная, да, на основе, всеми были на основе пакетов, да, которым добавляли рамки с четко определенным количеством инфекций, инфицированной расплодной, то есть с клещом, ну, примерно одинаковый. Ну, так оказалось, что русские семьи были даже немножко больше за клещами, там было 300 клещей, у этих 200 клещей. И ежемесячно определяли количество самок клеща на пчелах в пчелином расплоде и в трутнёвом расплоде. Почему-то не видно этот слайд. Да, почему слайды принестились здесь. Смотрите, что получилось. Очень интересная ситуация получилась, что клещ нарастал, да, и в русской семье нарастал, но он достиг всего, достиг всего где-то там, ну, не очень высокого процента, вот, смотрите, в инфекциях. И это в 98-м году. В 99-м же году мы смотрим, у нас клещ, количество клеща в русских семьях, в семьях достигло порядка 5000, да, это суммарно и на пчеле, и в расплоде, пчелином и в трутнёвом, да. Но потом он постепенно падал и к ноябрю достиг того, что было в марте, и что где-то порядка там, ну, я не знаю, может быть, 300 семей, да. В американских семьях, в итальянских, в итальянских породах в Венеции нарастал до сих порядка 10 тысяч, и все семьи практически погибли вот здесь, да. Это было очень, очень впечатлило их. И, ну, вот тут, я извиняюсь, почему сайты, да. И стали они формировать вообще племенной ядро, да, так сказать, вот этой популяции. Проходили, было три этапа. Первый этап – это первичный отбор по резистентности кваров, потому что это ключевой момент, да. Второй этап – необходимо всё-таки было и провести отбор и по основным хозяйственным полезным признакам, да. И третий момент, что тоже очень важно, да, но нам бы хотелось иметь пчелу, которая хорошо вела себя и в разных климатических условиях, и с разным типом взятым. И вот тот первый этап – это первичный отбор по резистентности. Все матки после карантина проходили первичный отбор по резистентности. Семьи обрабатывали апистаном до снижения заключенности практически до неопределяемого уровня. Добавляли пакеты, инфицированные клещом, ну, примерно один клещ на 6,9 пчел. И определяли показатель, который, на первый взгляд, кажется простой, но он уникален в том, что он нивелирует разницу в начальном количестве клеща в семье, чтобы определить динамику. Они назвали его, ну, называется MPG – это рост популяции клеща или индекс популяции клеща. Это конечное количество клеща минус начальное, деленное на начальное количество. То есть он показывает динамику вне зависимости от того, какое количество изначально было в семье клеща. Очень хороший показатель. Ну, и вот один из примеров, так сказать, результата этого первичного. То есть он показывает, то есть единицы – это значит количество клеща возросло в один раз, в два раза в три. То есть они, вот видите, количество, так сказать, семей, и они все, у них четко была методика, они нашли, там есть вообще формула, которая определяет, при каком количестве MPG вообще семья относится, как бы, относительно резистент. И вот все, все семьи, которые имели вот этот показатель, то есть когда количество клеща возрастало более чем в восемь раз, вот видите, все отбраковывались. Эти семьи, или эти матки, так сказать, они используются для второго этапа определения по основным хозяйственным признакам. Вот этот второй этап. Все от тех маток, которые прошли первый этап, дочки от маток, так сказать, они спаривались на изоляционном питомнике с трутнями, и были созданы специальные пасеки для комплексной оценки, которая включала, ну, определяли размер семьи, наличие признаков каких-либо болезней, это обязательно, миролюбивость, продуктивность, ну и, естественно, вот этот индекс роста клеща. Ну, вот это по всем семьям так шло, да? И следующий... Чем-то опять переслечило. Чем-то нет. И минуту еще, да? А, вот региальное испытание было. Три региона, разные климатические условия. Вот, определяли, определяли... Ну, вот на регионе, в принципе, аналогичная методика. Да, нужно на том этапе они стали как бы линией, которая выходит оттуда, вот как бы основные линии. У них получилось, они их сформировали по блокам, чтобы блок А, Б и С, и каждый блок по генетической отдаленности должен быть максимально удален от другого. Это очень правильно, хорошая методика. Вот, но региона, наверное, к испытанию в Виннисе, так сказать, Русс, то есть тоже даже на этих испытаниях уже парковались по тестируемой линии. Вот, по медопродуктивности, вы видите, даже тут видно, что медопродуктивность немножко, немножко даже выше, чем их, которая считается очень-очень как продуктивной итальянской породой. В трахеальной клещи у них тоже была проблема серьезная, да? И там оказалось, что он абсолютно резистентен, русская пчела абсолютно резистентная к этому клещу. Итак, финальное ядро, которое у них было, из 362 маток, после первого-второго этапа было выбрано 42,16 с протоном, и после оригинальных испытаний осталось 18 линий, то ли всего 5%. В 2008 году создается ассоциация. Уже на том этапе региональных испытаний были привлечены матководы. Вот, всего было выделено 18 линий. Все эти 18 линий было распределены по 6 в каждом блоке. Каждый член ассоциации имел две линии, да? И каждый член ассоциации реализует спаривание своих молодых маток, которых он должен продавать, там, с трутнями из двух других блоков, да? То есть он получал от них маток, у него были изолированные бетонники, и это обеспечило абсолютное исключение из бинбридинга и большое генетическое разнообразие, что необходимо для популяции. Ну, еще другой момент, что на этом селекционная работа не закончилась. Каждый член ассоциации по своей линии, он выводил 30 маток, сделал 30 семей, проводил ту же самую селекционную работу, то есть улучшение этой русской пчелы продолжалось ежегодно. Вот, ну и еще один важный момент, что ежегодно все линии, у всех этих, их на данный момент 14, было изначально 6, потом доходил до 20, ежегодно проводится генетический анализ. Лаборатория, вот это Министерство сельского хозяйства, которая вот эта лаборатория называется «Селекция генетики и физиологии», они проводят эту работу, что очень-очень важно. Ну, механизм резистентности вообще-то говорили тут, там, ВИСХ, Громик, там, все, что Том Риндер нашел, что у этой русской пчелы так минимум 10 механизмов, да? Это подавление интенсивности клеща, ВИСХ, который мы там называем, да, Груминг, пониженная продукция клеща, соты, какой-то там элемент такой интересный, что то ли феромонность составляет еще какие-то, то ли сами эти, то есть оно тоже эффективно подавляет. Вот длина приблевания на клеща, меньше привлекательность клеща, пониженная доля инфицированной расходы, меньшее количество инфицированных лечений, витамин. Все это присутствует у русской пчелы. Ну, тут все вот расписано, кстати, показывают, очень интересные слайды. Вот смотрите, как бы интенсивность, интенсивность снижения популяции клеща, то есть русская пчела, вы видите, как интенсивность ежегодно, вот каждый, так сказать, да, она снижается, ну, порядка чуть ли не на 5-6 процентов. Это очень-очень важно для того, чтобы была хорошая. Вот говорили о гигиеническом поведении, да, ВИСХ. Вообще, если говорить об этом, есть два, как бы, момента. Первое есть общее гигиеническое поведение, да, это когда пчелы выбрасывают мертвый расплод, да. И вот тут, смотрите, вот тут даже получилось на этом этапе, это не значит, что это коррелирует именно с тем, что они выбрасывают, так сказать, там, где находится клещ. Но даже здесь была получена у русской пчелы очень большая общее гигиеническое поведение. Вот видите здесь количество семей, которые выбрасывают 95% убитого расплода, замороженного азотом, да, и тут количество, ну, более чем в два раза выше. И те, которые мало выбрасывают, их очень мало, этих семей. То есть это очень хороший признак. А вот сам ВИСХ, да, и тогда они выбрасывают пораженный клещом. И вы видите, есть вообще два метода основных. Это по целому соту, по целому соту винтик, ну, чуть ли не в три раза русская пчела больше выбрасывает, да. А метод, а участка сода 8 на 8 сантиметров более точный, тут практически на порядок выше. Ну, она, наша русская пчела выбрасывает не только больше, так сказать, расплода с клещом, но и быстрее. Ну, практически там, ну, чуть ли не в два раза быстрее выбрасывает, вы видите, скорость выбрасывания этого расплода пораженного, да. Ну, если говорить о ВИСХ, тут вообще как признак, это один важный составляющий общей резистентности. И признак определяется многим кедом. Поэтому селекционная программа на ВИСХ, она не всегда приводит к хорошему успеху. Еще один важный момент, вы знаете, слишком высокий уровень ВИСХ, который может получиться в селекционной программе, он может быть губительным для семьи, для этой популяции, потому что они будут настолько активными, вот по этому признаку, что будут выбрасывать и не пораженные, так сказать, эти куколки, да. Ну, вот селекция, если вести селекцию на ВИСХ, она довольно, как бы, опасна тем, что, может быть, пройти вот этот момент, когда очень повышенная или недостаточная она будет. А вот селекцию, которую ввели вот в этой ассоциации, она и повышает вот этот ВИСХ, и в то же время практически исключает появление негативного момента. Ну, вот тут еще интересный слайд, так сказать, относительно того, что клещ, который выброс из ячейки, он является непродуктивным, и он только на этой. Ну, вот видите, интересно, что количество взрослых самок в пчелейном расплоде, так сказать, вот в русской этой значительно меньше, значительно меньше. Интересный и необыкновенный момент, Том рассказывал об этом, что в русской семье соты ингибируют развитие клеща. Это непонятно, то ли это феромонная составляющая, то ли воск, то ли сами эти обитательности. Вот смотрите, русские соты находятся в русской семье, то есть оттянутый русский сот, да, и вы видите, и количество потомства меньше, да, и жизнеспособных маток меньше, да. Тот же сот они ставят в итальянский, он практически тоже как в итальянский, в итальянский. Вот еще один слайд, показывающий, это русский сот, да, то есть оттянутый русский, находится в русской семье, и вы видите, процент инфицированности намного ниже, да, и процент нерепродуктивных, так сказать, клещей значительно выше. Это такой очень интересный феномен. Ну, более удлиненный период пребывания в русской семье клеща именно на клеще, и это значит больше возможностей, чтобы пчелы провели груминг, то есть сняли его оттуда. Инфицируется меньше, вот смотри, 4 цикла репродукции, меньшая доля, так сказать, инфицируется клещом. Меньше, меньше, смотрите, меньше, намного, чуть ли не в три раза, меньше процент инфицированности несколькими самками, да, то есть ячейки тоже. И еще один интересный момент, когда помните, падение, в июне было падение популяции клеща, да, вот очень хороший тайминг выращивания расплодов у русской пчелы. Первый момент, рано весной, итальянская пчела интенсивно наращивает расплод, даже еще пока нет взятки, она наращивает, и к появлению, так сказать, взятка или медосбора, да, уже количество популяции клеща практически удвоилось. Русская пчела, она умнее, она не наращивает расплод, да, но когда только появляется, так сказать, медосбор, и особенно пыльца, интенсивно, интенсивно наращивает расплод, и в данном случае получается, что клещ даже не успевает за развитием расплод, то есть интенсивность развития клеща меньше. Другой важный момент, смотрите, что происходит при отсутствии медосбора. Итальянская пчела все равно продолжает увеличивать расплод, естественно, и популяция клеща растет. Русские пчелы, да, когда отсутствует медосбор или снижается матки, значительно снижает яссоноскость, они некоторые вообще прекращают откладывать, и популяция клеща существенно-существенно падает. Ну вот интересный момент, как в сравнительных испытаниях сложно было провести со всеми популяцией, а австралийцы в 2011 году решили проверить свои, так сказать, семьи, взяли итальянские из Америки, которые у них стандарцы, вот это VSH, которые единически считаются и русские. Вот, смотрите, гибель с мая по ноябрь – это, в принципе, заключенность. Русская семья, ну, в большие разы превосходила эти. Еще интересный эксперимент провели, значит, уникальный, так сказать, мне так понравился этот эксперимент, они в своих лекциях говорили. Это Лилия де Гузман, это последователь Тома де Риндера, да, она провела такой эксперимент в семьях, в русских семьях, мы вместе с пчелами специальными датчиками электронами определяли их вылеты, длительность этого вылета, длительность жизни пчел. Оказалось, что русская пчела также живет, как итальянская, 18 дней, и длительность вылета такая же, 34 минуты, но количество вылетов на 22% больше, чем у итальянской. И он говорит, вот теперь я понимаю, почему русская семья, вроде бы она и меньше, но приносит мед или столько, как итальянская семья, или даже больше. Да, и вот интересно, так сказать, тот момент, что главный редактор журнала «Be Culture», да, там, в лекции, он говорит, что вообще, вы знаете, надо, вот даже пословицы, исходя из этого переделывать, пословицы, трудятся как пчелка, надо переделывать, трудятся как русская пчелка. Это вот нам, ну, нет, вот действительно заключение, так сказать, ну, а что мы, да, ну, что у нас, вот я привожу, так сказать, я покопался в литературе, нашел, ну, вот, Коломанчик Ревцов, да, он говорит, да, ребята, это все это ерунда, не может быть, там, с такой короткий период, сегодня мы вообще проли, проверяли, ну, вот это очень досадно, что мы, как бы, прозевали, а кто хорошую пчелу, ну, вроде бы у нас мы зарегистрировали, дальневосточная пчела, я читал, смотрел, даже созванивался с Максимом Шаровым, который там с дальневосточным, это не низкий, ну, каких-то три там линии, три матки выделили, что-то там делали, но не так это, мне кажется, серьезно и желательно, вот, очень жаль, да. Ну, я, как бы, Маяковский не занимался пчелами абсолютно, да, и, как бы, он нелюбимый поэт, но вот его намек относительно того, что необходимо использовать зарубежный опыт, это очень-очень хороший, да, и я надеюсь, что, может быть, вот наша наука как-то, в общем-то, обратить на это внимание, это действительно необыкновенная пчела, да, но то, что они из нее сделали, из того генопону, то есть после предварительного скриника, да, сказать, там они отобрали 362 матки, да, потом классический отбор и по воровой резистентности, и по ХПП, и по комплексам, по оригинальным исследованиям, да, и потом хорошие селекционные работы и создание, вот это вообще уникально, вот ту схему, которую, так сказать, показывают, вот эти три блока, да, там, где обеспечивается исключение инфридинга и хорошее генетическое разнообразие, и дальнейшая селекционная работа, это просто генеральная работа. Поэтому я надеюсь, что мы найдем возможность использовать эти достижения, или себя будем связывать с ними, использовать, или все-таки повторим о том. Спасибо. Спасибо, Борис. Спасибо. Да, я, может быть, вот эти, ну, смотрите, какая ситуация, что вообще с пчелами не так просто, чтобы удержать, вот как Том Риндер, вот этот вот руководитель вообще, который провел генеральную работу, когда создали эти ассоциации, а президент ассоциации, я слушал его лекции, да, он говорит, и как Том неоднократно нам говорил, ребята, ваша основная задача – не потерять это. Вы знаете что? Привезти какую-то пчелодную. Во-первых, то, что сейчас на Дальнем Востоке, даже в то время был, в Приморском крае, это не значит, что все, ведь они, вот смотрите-ка, после предварительного скрининга, большого материала, взяли 362 матки, из этих 362, только 5% они выделили. И потом, смотрите, каждый, это уже практически, ну, там не 30, а 28 лет селекционной работы, да, то есть я же вам сказал, смотрите, матковод, каждый из этих, вот сейчас их 14 матководов, каждый по своим двух линиям создает 30, 30 семей, и он отбирает по четкой программе самых лучших, то есть ежегодно идет улучшение-улучшение, то есть то, что сейчас там есть, то, что там называется русская пчела-то, это совсем не та пчела, которую они взяли 30 лет назад. Это намного лучше. С 97-го года. А, да. То есть ведется, по-моему, работа, да, то есть они, а наши сейчас опять непослушные пчелы, они, в принципе, начали заниматься тем, что, ну, как бы, не пчеловодцы, делали, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, да, то есть, да, и хозяин, то есть, я делал, то есть, да, и приводцы, да, то есть, сейчас, если только перекладно работают, а, камень, лап, олианс, и у хозяина, то есть она устойчива пищу. Эта пчела, то есть как, развивается так же, как у нас в России, он главный взяток. Период, июль, ну, начало июля, период. У них? Конечно, работают, например, с этим человеком, а он, например, восточный. Да, немцы, восточная кровь, то есть, восточный человек, по классу, гаду, то есть, что вы пытаетесь не поискали. Понимаю. То есть, вот, итальянам, они вообще, от этого они отдашки, отдашки, отдашки. Да, вот, как сказали, да, нет, 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 нет. Нет, я вам скажу так, нет, основная, я абсолютно вам скажу, основной материал, я собрал все публикации, кстати, вы знаете, что сказали там на этих лекциях, по русской пчеле больше публикации, серьезной научной, чем по любой другой пчеле, да. Эта пчела есть, существует ассоциация, момент такой, у них очень хорошая наука, да, и относительно того, что итальянская пчела, все равно, у них аппалиническое пчеловодство, а для аппалинического пчеловодства, надо говорить очень рано, где это, это Калифорния, и что в Калифорнии, а там, когда это начинает, они, вот один даже момент, там на лекции, ну, это называется подкаст, там спрашивают, говорят, а вы, говорят, используете вообще на пылении такую пчеловодство? Он говорит, я нет, это президент, но у меня два брата, у которых 10 тысяч семей, 10 тысяч русских, они это используют. Вот как раз преимущество, одно из самых, как бы, вот моментов, почему она не так широко может использоваться, то есть она очень, как бы, поздно, медленно развивается, а им надо на пыление очень быстро. чтобы быстро развелся. Но это, нет, нет, вы знаете, как? Но вы знаете, тут какой момент, да, вот они назвали её Russian, и нет, ну, понятие такое, вы знаете, вот, смотрите, как, это, это было, это пчела сделана из генофонда дальневосточной пчелы, да, вот, и поэтому назвать её сейчас с дальневосточной очень сложно, почему, потому что, да, они взяли генофонды, довольно приличный, после предварительного скрининга, это не средний, не средний русский пчел, это не средний русский пчел, но вот смотрите, как, да, они же взяли 362 после предварительности, 362, потом только 5% вот эта вещь ещё, ещё, ну, там не 30, а 2 и 20. Нет, 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 ну, вы знаете, вы знаете какой-нибудь, нет, 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 смотри, вы знаете, вы знаете какая интересная ситуация, да, у нас, у нас получен патент на дальневосточную пчелу, да, как бы, вот он, смотрите, вот, патент номер 9428, от 1801-18, патент есть, у пчелы этой нет, потому что я разговаривал с Максимом Шаром, который, который вот это поднятовал, это, знаете, как наши достижения, мы делаем достижения, что-то вроде сделаем, а результаты реально, чтобы это была пчела, вот смотрите, как у них русская пчела, да, выделена линия, да, и у них есть мостоводы с изолированными питомниками, которые поддельно, исключает имбридинг, да, у них три блока разнесено все, то есть это не так, не так просто, пошёл в лес, нашёл пчелу, снял с неё там что-то и зарегистрировал, у меня есть такая порода, да, это как-то не совсем это правильно, и вы знаете, всё-таки у них, она называется русская пчела, и она нигде у них не зарегистрирована, она просто существует, существует той наукой, которая сделала, и ту ассоциацию, которую они создали, она работает, она, так сказать, не просто работает, она улучшает постепенно, поэтапно, так сказать, эту пчелу, и хорошо она делает. У меня появилось предложение, сейчас есть президентская программа вернуть всех русских, которые там, где за рубежом, и русскую пчелу надо вернуть.